В течение 10-ти классники 91-й гимназии ученики первого и пока единственного в городе Атомкласса вернулись из Всероссийского детского центра Орленок. В течение трех недель они совмещали отдых на Черноморском побережье с учебой. За это время ребята хорошо подтянули физику и теперь готовы делиться знаниями, а также энтузиазмом со своими сверстниками. 80 учеников российских Атомклассов в рамках проекта школы Росатома стали участниками профильной смены в Орленке. В нее попали одаренные ребята в возрасте от 13 до 16 лет из городов и сел, где располагаются объекты атомной отрасли и где открыты специальные атомные классы с углубленным изучением естественно-научных дисциплин. Ноябрьская смена Атомклассников проходила в особом формате под названием «Горизонты будущего». Ее участникам были предложены мастер-классы, практические занятия, научно-популярные исследования, лекции и многое другое. Мы учились в школе и занятия там были предметы, как и у нас в школе, только немного поменьше, ну и уроки чуть-чуть покороче. Но это замещалось тем, недостатка, так сказать, обучения в школе, тем, что в выходные, в субботу и воскресенье у нас были часы лекций. И к нам вот приезжали учителя из других городов, из Москвы, Санкт-Петербурга и учили нас чем-то новым. Школьники Росатома изучали термодинамику равновесных процессов, методы расчетов электрических цепей, уравнения в целых числах и другое. В лабораторных условиях с помощью специального оборудования ребята проводили опыты, подтверждающие уже известные законы физики. И, как признаются школьники, наблюдать физические процессы вживую гораздо понятнее и интереснее, чем просто читать их по учебнику. Проект по продвижению пропаганды физики и математики в своей школе и также там в Орленковской. То есть это было обязательно, мы его также написали, ну там реализовали и будем реализовывать здесь. Напомним, атом-класс открыли в Железногорске 1 сентября. С тех пор прошло не так много времени, но, по словам директора 91-й гимназии Татьяны Головкиной, результат уже есть. Во-первых, в этом году гимназисты взяли все первые места муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. А во-вторых, у ребят действительно загорелись глаза. Дети очень гордятся. Они гораздо быстрее осваивают это оборудование, нежели учителя. Идут вперед семимильными шагами. И результаты, вот, смею вас уверить, мы видим уже сейчас. Меняется отношение к предмету, меняется заинтересованность. Дети горят. Изначально мы себя позиционировали как открытый атом-класс, и потому возможности у всех детей нашего города и учителей использовать это оборудование в урочной деятельности, в неурочной есть. Мы работаем по заявкам. Если такая заявка существует, то во второй половине дня мы можем организовать такие занятия, где это оборудование будет использовано. Более того, уже сейчас мы вошли, как некая площадка, в образовательный проект муниципалитета, которого рабочее такое название «Образовательный туризм». И в этот проект вошли несколько школ города, имеющие, обладающие каким-то ресурсом. И главная цель его – это рассказать детям города, но и не только, но и других муниципалитетов о том, что данный класс существует, такое оборудование есть и как его можно использовать. В дальнейшем мы планируем не только познакомиться с этим оборудованием, но и, возможно, какое-то дистантное управление теми научно-практическими работами, которые будут выполнять дети не только нашего города, но и других муниципалитетов. И на этом возможности Железногорского атом-класса не исчерпываются, как и не заканчиваются потребности самого Железногорска к высококвалифицированных специалистах. Юлия Гринько, Сергей Чурин, Информэкспресс. Железногорская спортивная...